Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь Павел Луханов. Недавно на моем канале было видео, где я показывал цельнопланочную гармонь, традиционную заказную, с планками мастера первого класса. Она многим понравилась, она продавалась и была продана буквально за несколько часов. И чтобы вы меня уже не досаждали звонками, мне пришлось это видео удалить. Но мне стало ужасно обидно за многих тех людей, которые не смогли посмотреть на эту гармонику, а точнее послушать, потому что я записывал на профессиональные микрофоны, и гармошка обалденно звучала. Поэтому я заново перемонтировал тот видеообзор. И сейчас у вас есть замечательная возможность послушать инструмент заказной, цельнопланочный. Если вам такой понравится, то пишите мне через интернет или на вайбер, на ватсап, или звоните, можете точно такую же гармошечку заказать. Смотрим. Планки здесь латунные, комплектация максимальная, здесь расширенный диапазон, инкрустация натуральной ракушкой, корпус с 20-м радиусом, верхиоровые уголки, итальянская водка меха, регулировка левого ремня колесиком, увеличенные левые итальянские кнопки, отдушник, максимально качественная правая механика, максимально качественная левая механика, разумеется, деревянные резонаторы, деревянные деки, настройка мастером Чусовым Юрием Павловичем, цельная планка латунная мастера первого класса, то есть инструмент высшего класса. Лучше, ну, практически не бывает. Лучше можно только многотембровую. Диапазон гармошки 27 на 25, это позволяет играть абсолютно любые песни. Это не значит, что играть именно классику. Нет. Вот, например, песня, всем известный «Синий платочек». Там есть нотка Си бемоль. Этой нотки на обычной гармошке нет. Многие гармонисты ее заменяют другой нотой, обычной нотой Си. Но это уже коверкание мелодии. Сейчас прозвучит для вас синий платочек. Вы можете не только слушать тембр инструмента, но и подпевать. Текст внизу под видео вы сейчас увидите. «Синий платочек» Ну, это была лирическая песня. Давайте послушаем, как на этой гармонии произвучать наигрыши. «Синий платочек» Отдельно давайте послушаем левую руку. Мощный шестиголосный бас и насыщенные аккорды. «Синий платочек» Теперь очень мелодичная и нежная правая рука. В чем преимущество цельной планки именно мастера первокласса? Это не только уникальный насыщенный тембр, но и качество ответа. Что касается громкости, то практически любая гармонь может играть очень громко. Это уже зависит от ваших силенок. А вот как она может отвечать при игре тихой? То есть без активной работы мехом. Это проверить очень легко. Для этого левую руку освобождаем. И мех будет разводиться только под воздействием силы тяжести, потому что кланки латунные имеют вес. И постепенно мех будет разводиться. Конечно, если мы будем нажимать на кнопочки. А правой рукой я сыграю сейчас просто гамму от начала и до конца. То есть абсолютно все кнопочки. И посмотрим, как она отвечает. Гармонисты, если гармошка отвечает хорошо, никакая нотка не запаздывает, говорят в таких случаях, что гармонь играет сама. Давайте вам продемонстрируем. Значит, немножко привстану, чтобы вы видели. Вот ручку я убираю. Вот гармонь сама играет. То есть не надо особых усилий прилагать, чтобы появился звук у инструмента. Голосочки так хорошо сделаны, подогнаны к рамке, зазоры минимальны, что малейший поток воздуха уже позволяет голосам возбудиться, и чтобы был качественный, насыщенный тембр. Громко играть инструмент любой может. А вот тихо, и сразу, чтобы он отвечал все четыре голоса одновременно, это уже только инструменты высочайшего класса, цельнопланочные, с наклепкой мастером первого класса. А теперь цыганочка. Музыка. 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 Вы уже поняли, как звучит инструмент. Вы послушали лирическую песню, вы послушали наигрыши. Ну, а теперь попробуем проверить, как вашим голосовым связкам будет удобно петь под гармонь. Я выбрал для этой цели две нестандартные песни. Я их обычно не предлагаю вам петь, несмотря на то, что они очень популярны. Эти две песни находятся у меня в песеннике гармониста. Это такое уникальное издание, в котором есть и ноты, и тексты, и самое главное, ведь не все знают ноты, самое главное, к этому песеннику прилагается 50 видеоуроков. Приобрести песенник вы тоже можете, позвонив по телефону, который вы видите на экране, а также на сайте, ссылка в описании внизу под этим видео. Песня «Мы желаем счастья вам». Песня «Мы желаем счастья вам» Песня «Мы желаем счастья вам» Эта песня была очень популярна в 80-х годах, ну а теперь хит недавнего времени, да и сейчас, я думаю, многие на юбилеях, и в караоке поют часто эту песню. Из репертуара Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Сначала вступление. Сначала вступление. Григория Лепса «Рюмка водки на столе» «Рюмка водки на столе» КОНЕЦ Песнь хорошая, со смыслом, но вот злоупотреблять этим напитком, о котором поется в песне, я не рекомендую, а рекомендую лучше играть на гармонике. Ведь на самом деле, если в компании играть и петь песни, то это лучше любого хмеля. И расслабляет, и дает прекрасное наслаждение, и самое главное на утро никакого бодуна. Желаю вам хорошего настроения, здоровья, согревайтесь не напитками, а согревайтесь игрой на гармонии. До свидания.